Привет, я Аня, и вы на канале Magic Family, и это моя рубрика Magic House. Прошлое видео, первое из этой рубрики набрало очень много лайков, и вы все просили, Ань, покажи весь дом полностью. И поэтому сегодня у нас будет мега-хаус-тур. Я покажу весь дом, все расскажу, и нам нужно поторопиться, потому что Мишанька замерзает, ведь уже осень. А вы подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы не пропускать новые ролики о моих питомцах, о нашей жизни и о нашем доме, и поехали! Чтобы поскорее переместиться в дом, я сейчас быстренько расскажу про вот эту вот штуку. Это навес для машин. И его в прошлый раз еще не было, его построили вот недавно. Сюда вмещается примерно две машины, либо одна очень большая. Это не будет гаражом, то есть здесь не будет стен, он так вот и будет выглядеть. Единственное, что его нужно как-то украсить и привести в симпатичный вид. И вот навес здесь заканчивается, тут начинается участок. И вот он, дом мечты. Это вид с главного входа. Немногие наши подписчики... Ой, я забыла из-за камешек. Немногие наши подписчики знают, что этому дому уже 6 лет, то есть мы строим его очень давно. Примерно когда появились мои первые собаки, София Эйвен, тогда уже и началась стройка. То есть он построился не вот так вот, просто я только сейчас начала о нем рассказывать, потому что он приобрел уже виды дома и стал на него похож. В общем, по возрасту он как София Эйвен примерно. Это главный вход в дом. Вот эту лесенку к главному входу и вот эти вот колонны, и крышу, и дверь построили буквально на днях. То есть сейчас у нас уже появился главный вход. Понятное дело, я не одна это все делаю. Мне помогают близкие люди, наша таточка, она в этом понимает, потому что у нее есть опыт. Я не особо разбираюсь в стройках, поэтому я не, конечно же, делаю это все не одна. Менялся дом вообще все время по-разному. Например, раньше здесь было окно, это теперь здесь дверь. Это коридор, в который попадают люди, когда только заходят в дом через главный вход. Он вот такой вот небольшой. Везде вот такой вот бетонный пол. То есть там все сделано уже под ним, теплые полы, но ничего внутри дома еще не отделано. Только стены вот побелили и поштукатурили. И кажется, что самый сложный процесс закончен, но на самом деле самое интересное еще впереди. Потому что впереди дизайн, выбор всяких интерьерных штук, куча всякой разной отделки, плентуса, кухня, зал. В общем, вообще очень много всего впереди. И я очень надеюсь, что вам, подписчикам нашим, будет все это интересно. Вы снова наберете много лайков, и я буду постепенно, поэтапно рассказывать, что где делается. Вот тут вот дверь, когда заходишь в коридор, дверь в мою ту самую студию, которую я в прошлый раз толком не показала. Тогда мы еще туда вернемся, а сейчас я покажу все остальное. То есть вот мы заходим из коридора в главную часть дома, там поворачиваем в мою студию, мы к ней вернемся, как я сказала. А здесь вот такая вот небольшая комната. Это будет, скорее всего, гостевой санузел, постирочная. То есть тут будет стоять стиральная машинка, еще один туалет, раковина. И это такое вот небольшое помещение. Вот это окна, которые поставятся в мою студию. А здесь сердце дома. И мы туда еще с вами попадем тоже, когда выйдем через другую дверь, потому что здесь проход закрыт. И вот из этого коридорчика мы попадаем в гостиную. Это наша будущая гостиная. Посмотрите, какая она красивая, светлая. И сколько здесь тоже окон. Тут, точнее, не окна, а две вот таких вот больших, высоких двери. Они очень высокие. Вот такого вот роста они по сравнению со мной. И это очень классно, потому что именно это была моя мечта. Моя мечта была сделать такой светлый дом, в котором очень много окон и дверей, чтобы это было такое пространство светлое, воздушное. И даже пусть этот дом строится так долго, но это дом мечты. И я готова потратить это время на него. Можно было, конечно, построить домик поменьше. И это бы заняло меньше денег и меньше времени. Но все-таки это моя мечта. И в этом доме, возможно, будут жить мои дети. И я хочу, чтобы он был основательный, чтобы он служил очень-очень много лет. А вот там вот у нас будет кухня. Она совмещается с вот этой вот гостиной. И у нас, кстати, здесь уже развешаны батареи. А вот здесь будет кухонная часть, кухонное помещение. Здесь тоже, как вы видите, вот такие вот высоченные окна. Два вот таких окна, где будет сама кухонная часть. А вот это высокое окно будет сделано сидячим. А вот здесь у нас кладовка будет. Это такое вот небольшое помещение. Оно ограждено вот такими стеночками. И здесь, скорее всего, будет храниться все-все-все-все-все, что не должно, по моему мнению, быть видно на кухне. То есть кухня должна быть такая минималистичная, чтобы там было все красиво. А все для хранения, всякая техника и все-все-все будет вот здесь, вот в этой вот кладовочке. Она тоже, можно даже сказать, размером с комнатку небольшую. Кстати, потолок у нас деревянный. И высота здесь, вот в этой комнате, 3,5 метра. Но самая высокая комната – это моя студия, к которой мы еще вернемся. А сейчас пойдемте вот сюда. Здесь будет дверь тоже очень высокая. И она эту дверь ведет в спальню. Я, кстати, хотела сказать вам, что я очень жду от вас всяких разных предложений и идей. Почему? Потому что недавно даже нам девочка прислала такое. Мишаня прям мерзнет, у нас очень холодно. Не знаю, видно на видео, но у меня прям пар изо рта идет. Так вот, эта девочка прислала целый проект, свой проект Magic House. И нарисовала прям по комнатам, кто где будет жить и как все будет. А другая девочка прислала, если вы видели, вот такой вот цветной домик. Сама его сделала, разукрасила. То есть, я вас тоже прошу писать в комментарии обязательно свои идеи, какие-то предложения. Какого цвета, например, будет под наша спальня. Здесь тоже вот такие вот два больших красивых окна. И я лично планирую под окнами сделать какое-нибудь, может быть, рабочее место. Или какой-нибудь столик, за которым красится. То есть, вот здесь под окнами. А в самой спальне, конечно же, основное это кровать будет. То есть, вот здесь будет спальное место. И что-нибудь, не знаю, пока что из декора. Или, может быть, телевизор повесится сюда на стенку. Там я показала гостевой санузел. А вот здесь из спальни будет вход в ванную. И вот здесь будет такая вот уютная ванная. Честно признаюсь, у меня всегда была мечта иметь большую просторную ванную. В которую можно заходить прям. И чтобы это была как комната. И вот здесь мечты как раз сбываются. Душ. А вот здесь будет стоять как раз та самая ванна мечты. Я еще пока не знаю, какая она будет. Может быть, у вас тоже есть какие-нибудь предложения. Кстати, кто помнит прошлое видео, здесь была Юмичу. И она оставила свои следы. И кто-то в комментариях предложил очень интересную идею. Когда вы будете заделывать пол, сделайте стекляшечки маленькие над вот этими вот лапками. И это будет как память о том, что животные были здесь тогда, когда дом еще строился. Это очень, кстати, прикольная идея от подписчика. И из спальни есть еще одна небольшая комнатка. Вот такая вот тоже высоченная дверь. Я не знаю, мне кажется, что такие двери можно сделать только на заказ. Они очень-очень высокие. Это опять же возвращаясь к мечте о высоких потолках. И вот сюда мы попадаем вот в такую вот небольшую узкую комнату. Ну, как сказать небольшую? Она достаточно большая и высокая. И это будет гардеробная. Тоже моя мечта. Может быть, когда-нибудь, когда будут дети, или еще что-нибудь взбредет в голову, и гардеробная станет какой-то другой комнатой. Но сейчас пока в планах здесь сделать гардеробную. Потому что у меня за всю мою жизнь никогда не было такого места, где можно было бы удобно, комфортно и хорошо хранить вещи. У меня вечно вещи где-то непонятно, как сложены. Тут тоже, кстати, вот такое вот есть окошко. Достаточно высокое. Я надеюсь, когда пол поднимется, я смогу доставать... Да-да. Чтобы открывать окна. Да, ручек я смогу доставать, когда здесь будет пол такой же, как в зале. Дом еще практически пустой. Жить в нем нельзя. Еще впереди очень много всего. И нужно будет делать дизайн, выбирать мебель, выбирать какой-то декор. Все это отделывать. И если у вас есть какие-то идеи, обязательно предлагайте. И, возможно, я ими воспользуюсь. А сейчас мы как раз в смешании в нашу высоченную дверь выйдем на патио. Патио, то есть веранда какая-то. Сейчас здесь просто вот такой вот бетонный пол. И ничего еще не сделано, но в будущем я планирую, если все мои мечты будут сбываться, а я верю, что они будут сбываться, застеклить эту веранду и сделать здесь такое как бы стеклянное большое патио, чтобы можно было выходить вечером из дома и оказываться на такой вот застекленной веранде и смотреть на красоту, которая напротив дома. Напротив дома у нас очень красивый вид. Это сейчас там всякие горки из песка и деревяшек. И вообще перед верандой, перед патио такая вот пока что площадка бетонная, чтобы какие-то пикники устраивать, отдыхать. Вот так вот выглядит дом со стороны двора. Да, такие вот окошки, такая у него форма. И мы сейчас пойдем вот в это маленькое помещение, которое я называю сердце дома. Почему сердце дома? Потому что здесь все то, что отвечает за его работу. Это всякие котлы, управление теплым полом по всему дому, управление батареями, всякие разные вот такие вот мембранный бак для систем горячего водоснабжения и гелиосистем. В общем, все, за счет чего работает дом. Дает тепло, будет вода, будет теплый пол, электричество и так далее. Счетчик вот он здесь. Здесь тоже есть окошечко, а вот тут с этой стороны будет небольшая ванночка, в которой можно будет помыть собачек, которые только что зашли осенью грязные, с прогулки, с мокрые, с грязными лапами. И вот как раз отсюда из сердца дома выход в тот самый гостевой туалет и постирочную, который я показала. А теперь мы идем в еще одно сердце дома. Почему я сказала еще одно сердце дома? Потому что для меня это правда сердце дома. Я честно признаюсь, у меня никогда в жизни, сейчас самое главное будет, не было своей личной комнаты, своего такого пространства, в которое можно уединиться. И там только все мое. Только все, что связано с моей жизнью. Никто, если я не захочу, не зайдет туда и не попадет. Это что-то такое свое личное, такое вот свое-свое. И для меня это, наверное, самое любимое место в доме, потому что это моя комната. Мишонька замерзла, и я уже замерзла, так что пойдемте скорее внутрь. Пока что здесь еще нет двери. Вот мы заходим в это помещение. Совсем частично я показала его в первом ролике из рубрики Magic House. Но сейчас я покажу все-все-все, как оно выглядит. Оно очень-очень большое. Я не знаю, я когда здесь нахожусь, у меня сразу всплывают какие-то скорее желания уже что-то сделать. Во всем доме стены уже оштукатурены, то есть они белые уже. А здесь еще нет. То есть здесь вот видно, что еще пока что блоки. И самая главная фишка этого помещения, я, конечно же, жду от вас больше всего. Я жду от вас идей на свою комнату, на свою студию, потому что это что-то такое мое личное. И я думаю, вам тоже будет интересно помочь мне. И самое главное, в этом помещении. Кроме, конечно же, вот этих вот огромных просто окон. Вы видели, я там показывала, их привезли и скоро поставят. Вот такие вот окна. Здесь можно будет сидеть на этих окнах, читать книжку по вечерам, смотреть на закат. Потому что закат у нас именно с той стороны. Рассвет там, а закат там. Оно выше всех в доме. Мне кажется, никакое видео не передаст высоту этого помещения. Здесь, ребята, 4 метра. 4 метра высота потолка. Он, конечно, тоже деревянный. И здесь вот в этой вот комнате есть вот такие вот углубления небольшие. Я предполагаю, что тут как раз будут рабочие места. То есть здесь, например, монтажное место. Снимать, например, вот там, на том фоне. Сделать там какой-нибудь прикольный съемочный фон. Или сделать его вот здесь. Здесь я думала сделать какую-нибудь, может быть, библиотеку. То есть полки с книгами, которые я читаю. Она тоже достаточно высокая, эта ниша. А вот тут как раз дверь, которая ведет уже сам дом. Вот такая вот огромная комната. Напротив окон есть вот эта вот дверь, через которую мы заходили как раз. Она ведет вот в такой вот внутренний дворик. То есть это отдельный выход. Не главный вход в дом и не те выходы на патио. А выход из моей именно студии. Вот в этот вот дворик. Здесь пока ничего, конечно, нет. Возможно, здесь будет стоять какое-нибудь креслице. Здесь сделается какой-то пол или газон. Будут сюда выходить из студии съемочной собачки, погулять и погреться на солнышке. А еще я хочу вам показать, ребята, одну такую вещь, которую, я думаю, обо мне вообще не знали никогда подписчики. Может быть, где-то я и говорила. Она стоит вот там. Пока мы пробираемся аккуратненько, я хотела сказать еще вообще про двор. Он очень большой. Здесь очень много места. Сейчас, конечно же, здесь где-то земля, где-то песок, где-то деревья. И все еще не облагорожено. И на это тоже нужно время и средства, чтобы сделать этот двор очень красивым. И сделать здесь красивый ландшафтный дизайн, как это называется. То есть то, что дом строился 6 лет, это еще, я думаю, далеко не конец, ребята. И вот мы пришли к такой вот странной, на первый взгляд, конструкции. И называется эта конструкция Альфа Гравити. Я вам советую пойти и просто посмотреть в интернете, что это такое. Моя мечта сделать именно свою личную конструкцию Альфа Гравити и висеть здесь зимой, летом, осенью, весной и круглый год. Я потом, если вам будет интересно, как-нибудь покажу, как вообще это происходит, как заниматься на этой штуке. Холодно, но очень красиво. Смотрите, какая красивая у нас осень. Планов очень много, желаний очень много. И мечты сбываются постепенно. Пусть на это уходят годы. Но я надеюсь, осталось уже совсем чуть-чуть. И уже мы наконец-то приступаем именно к внутренним всяким работам. То есть дизайн, оформление. Я хочу сказать всем, кто смотрит наши каналы все. И этот канал, и другие мои каналы. Что мечты сбываются. И что мечтать нужно обязательно. И идти к своим мечтам тоже. Потому что в конце концов, когда ты к ним идешь, ты получаешь то, что ты очень хотел. Мы уже с Мишаней совсем замерзли. А вы, ребята, часть моей жизни. Вы моя семья. Поэтому я обязательно жду ваших идей в комментариях. Ставьте лайк, если вам интересна рубрика Magic House. И я буду показывать все по этапам, как делается. Вы будете все это наблюдать вместе со мной. И подписывайтесь на все наши каналы. И скоро увидимся в новых роликах. Пока из нашего волшебного дома. Пока, ребят. Подписывайтесь. Увидимся. Пока. Пока-пока. Смотрите ролики. Следите за новостями в соцсетях. В Инстаграме и ВКонтакте. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok